Так, всех криптонуток с наступающим! Джингл Белс, Джингл Белс, Джингл Факинг Белс. Смотрите, какая нарядная ёлочка у нас с вами сегодня. Это, конечно же, Солана. Многими любимая, наверное, многими ненавидимая. Солана на месячном таймфрейме. Посмотрите, какую ёлку нарисовала. И, друзья, если вы подписаны на наш канал, то вы прекрасно знаете, что мы вас об этом предупреждали. Ровно год назад мы делали видео, где сравнивали график Соланы технически с графиком старого альткоина, на примере Dash. Ребята, вот я показывал то, что произошло тогда с Dash, и говорил, что будьте осторожны с новыми щитками. Вот, и как вы можете видеть, что прогноз отработал идеально просто. Идеально, и тогда многие смеялись, когда я говорил по 200 Солану шортить, и Луну по 100 мы говорили шортить. Поэтому, ребята, обязательно ставьте лайк. Если вы ещё не подписаны к нам на канал, то исправляйте эту ошибку прямо сейчас, жмите на колокольчик, и мы продолжаем. Итак, Солана. Вот смотря сейчас на этот график, понимаю, что валяться-то она ещё может долго. Сейчас все тоже говорят, ну всё, вот она отпадала. Смотрите, на 95%. Но на самом деле, нифига, она ещё не отпадала. На 98% это классика у альткоинов на медвежьем рынке, и это будет цена примерно 4,5-4,6 доллара. Так что, ребята, это то, куда может реально свалиться ещё ваша Солана, Малана. Да и потом, слушайте, почему какой-то щиток, извините меня, должен стоить 11 долларов даже, которых 367 миллионов в обращении? Непонятно, как работает сеть. С понедельника по пятницу до 7 вечера, суббота, воскресенье, выходной. Нахрена нам эти убийцы блокчейнов нужны, понимаете? Я сейчас без хейта говорю в сторону Соланы, но в целом про все эти проекты, Атом, Космос, НИР, Протокол и прочие-прочие-прочие. Я это всё проходил, видел в 15-16 году, ребята, циклы всех этих пузырей, ICO и так далее. Всё это то же самое. Нахрен всё не нужно. Поэтому, если мы говорим с вами про Солану в разрезе, чего её может ждать дальше, по примеру старых альткоинов, только давайте переключимся на свечи Хайка Наши, так будет правильней, чтобы видеть тренд, то вот мы с вами видим, что снизу Dash, для примера, сверху Солана, и мы понимаем с вами, что в целом Солана может по подобному образу и подобию проваляться в накоплении ещё года 3-4. Так что может быть на самом деле и такая фигня, друзья. Но вы, наверное, скажете, Гриня, а чё ж так поздно ты нам сообщаешь? Мы тогда ещё не слышали или не хотели услышать. А сейчас всё, уже поздно шортить. Солану чё делать? Ну и я вам скажу тогда, что нет, ребята, ещё не поздно шортить некоторую историю. Например, посмотрите матик к битку. Матик к битку выглядит невероятно, да, по быче. Пробивает сейчас тройную вершину. И, что я хочу сказать, что в любом случае, даже если он сейчас пробьёт её, вне зависимости от того, пробьёт он её или нет, даже если он уйдёт вбок или вниз, все эти три варианта я вижу, пускай даже какие-то, может быть, вот такие сложными, но в целом все эти три варианта я вижу вниз, понимаете? И вижу матик ниже, причём ниже даже вот этих уровней, потому что посмотрите, где он был. Как бы ему нужно по-хорошему корректироваться куда-то туда. Если мы говорим о здоровой коррекции по матик биткоин, то вот у нас, посмотрите, да, мы, конечно, сходили на золотой карман, удержали его и пошли наверх. Если говорить о том, что это ещё не конец тренда, то тогда, конечно, да, мы можем сходить ещё выше, и потом мы будем эту фибу уже смотреть вот таким образом. Но я говорю, что даже если так, то мы потом будем корректироваться снова, вероятно, куда-нибудь в зону 61.8, если не 78.6. И это не только по матику к битку, такое наблюдается ещё по некоторым альткоинам, в том числе по Binance Coin, друзья, который, посмотрите, к доллару в медвежьем рынке, прибывает уже второй год. Но к биткоину, посмотрите, в каком он лютым бычем. И он как раз сделал то, о чём я сейчас говорю вам по матику. Смотрите, матик пробился вот отсюда, матик сейчас вот здесь. И ещё может пробить. А BNB уже пробился, и вот сейчас, на мой взгляд, BNB в идеальной зоне для набора шорта именно к биткоину. Посмотрите, отсюда он просто без вариантов, по-любому окажется ниже. И, скорее всего, пойдёт примерно сейчас уже сразу. На всём этом негативе про биржи, про средства и так далее. Смотрите, это реально заходной в шорт по BNB BTC, а абсолютный. Мы потом вернёмся на ретест, как минимум вот этой трендовой хотя бы, куда-то сюда. Потому что BNB BTC абсолютно перегретый. Это опять же к разговору о Солане, которая была вот здесь. Мы с вами смотрели Солану сейчас, которая была вот здесь, мы с вами её смотрели, типа как красиво было бы зашортить. Вот ваш профитный шорт. Но, друзья, дисклеймерный финансовый совет, это просто моё мнение. Вот и всё. А по Солане, что ещё могу сказать, она наконец-то стала дешевле дэша. Это хорошо. Это правильно. По аудио тоже смотрите, какой интересный вырисовывается падающий клин на месяц. Я думаю, что он в какой-то момент стрельнет всё-таки туда. Поэтому надо смотреть за пробитием на более локальных таймфреймах. На недельке пока всё ещё мы консолидируемся. А на дневке три жёлтые точки, ребята. Причём примерно на одном уровне, на хороших диверах. Так что аудио на самом деле локально тоже в отскок смотрит. В хороший такой вообще куда-нибудь, а-ля на доллар, ну или хотя бы там, понимаете, на полдоллара, чтобы нарисовать некую такую тенденцию понижающихся хаёв даже, как минимум. И потом возможно её пробить, пойти наверх, если мы увидим бычий тренд. Америка не открылась у нас ещё, потому что Рождество, но по S&P, на мой взгляд, будет слишком наивно ожидать вот то, что здесь нарисовано, что мы спустимся вниз канала в очередной раз. Я думаю, что сейчас наиболее вероятно по S&P, что мы поджимаемся и пробиваем наверх, как это уже сделал Dow Jones. Посмотрите, вот у нас было такое же сопротивление много раз, после чего мы его пробили вот здесь. И идеально сейчас ретестим его как поддержку. Поэтому возможно, что и фондовый рынок сейчас пойдёт наверх. Я вам напоминаю, что Dow Jones, индустриальный индекс, был всего в 6% от своего all-time high вот на этом локальном пике, а сейчас находится всего в 10% от своего исторического максимума, что в сравнении с биткоином где-то, наверное, на уровне 60 тысяч долларов сейчас по битку. Ну я не знаю, можно ли так сравнивать или нет, но вы поняли намёк. Вот. А я что? Я не знаю, я пилю это видео ночью по аргентинскому времени. Выкладывать буду его через несколько часов, поэтому более глобальную штуку здесь обсуждаю с вами. А локально всё может ещё измениться, но я вот держу свои лонги на байбите. Единственный в минусе из тех, что я показывал, это битдао, но я думаю, что он тоже сейчас отскочит. Единственное, что мне надо выводить кэш, поэтому сейчас, возможно, я буду частично крыться на байбите и на битгете тоже, как я уже показывал. Биткоин, биткоин кэш, лайткоин, инверсная маржа. В общем, короче, сейчас, на мой взгляд, друзья, именно то самое время возможностей. Хайпа нету, новостей нету, все разочарованы. Вот, посмотрите. Кого, всех кому можно, только уже всеми правдами и неправдами вытряхнули. Если вы сейчас только хотите разбираться, что такое крипта, вот, ребята, это ваш шанс реально. И в новом году мы будем пампить наш канал новыми обучающими материалами, лайфхаками по трейдингу, туториалами по биржам, по правильно настраивать индикаторы. Вот у нас по TRDR новая тема. Видите, я показывал в предыдущем стриме. Посмотрите, как классно сигналит на лайткоине. Короче, чуваки, обязательно проверьте подписку, колокольчик и лайк, чтобы не пропустить это время возможностей, друзья, потому что самые большие возможности на медвежьем рынке, ребята. И вот сейчас, на мой взгляд, долгосрок нужно только, только аккумулировать, друзья. Только аккумулировать, потому что, когда окажется, что мы были вот здесь, понимаете, это все выстрелит вот туда, и фома начнется вот здесь снова, вам начнут звонить ваши друзья школьные, какие-то старые, кого вы не видели по 15 лет, не знаю кто, родственники, соседи, говорят, продай нам крипты. А вот здесь никто этого не будет делать, поэтому будьте умнее. Их покупайте, аккумулируйте, инвестируйте в будущее сейчас. Короче, пускай этот год будет для вас годом возможностей, годом возможностей, в котором мы, терпя просадки, саккумулируем ту позицию, которая в будущем, понимаете, превратит все то, что мы видели здесь, в прямую линию, как это было уже много-много раз до этого на истории. И мы встретимся с вами где-нибудь вот здесь вот, пролетая над луной, там с Иллоном маском, или там кто как хочет там это увидеть, уже не важно. Вот, друзья, а у меня на этом все. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, стопы, тейки. Будьте осторожны, пожалуйста. Подписывайтесь на канал, вступайте обязательно к нам в Телеграм. Все ссылки в описании. Всем профитролей, хороших праздников и скоро увидимся. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok